Криптовалюта может стать международным финансовым инструментом. Такой прогноз на ближайшее будущее делают эксперты. В Японии биткоин уже является законным платежным средством, хотя в том же Китае он под запретом. Что думают ведущие финансисты России о цифровых деньгах, выяснял наш корреспондент Светлана Познякова на банковском форуме в Сочи. Мир еще никогда не менялся так стремительно. Поколение 21 века не представляет себе, как снимать фотографии на пленку и зачем нужно ходить в банк, если и селфи, и любой платеж можно сделать простым нажатием на дисплее гаджета. Молодежь активно экспериментирует и охотно пробует новые финансовые сервисы, которые появляются на рынке. И виртуальная валюта для них совершенно реальна. Кто-то очень хорошо сказал, это фантики. На самом деле и любые валюты государственные, это фантики. Но государство как-то играет в более долгосрочную игру. И потребуется еще много времени для того, чтобы я стал покупать криптовалюту. Но я не могу остановить студентов, которые сегодня это уже делают. Позиции Центрального банка России гораздо жестче. Здесь уверены, что криптовалюта опасна. Мы видим риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют. Мы категорически против того, чтобы вводить криптовалюты в регулирование в качестве денежного средства, средства, которые применяются для расчетов за товары и услуги, против приравнивания к иностранным валютам. Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеют признаки пирамиды. Деньги – одно из самых уникальных изобретений человечества. Тем не менее, этот финансовый механизм постоянно развивается. Монеты, банкноты, ассигнации. Возможно, следующий шаг – это цифровые деньги. Количество мировых бирж по торговле криптовалютами уже превысило 50. Рынок криптовалют будет развиваться независимо от действий государства, от действий чиновников, в том числе от действий Центрального банка, поскольку это такой надрегулируемый инструмент, и он будет преодолевать границы без всяких проблем. Поэтому лучше в таких ситуациях, когда невозможно запретить, ограничить, взять ситуацию под контроль, установить правовые регламенты, и тогда легче будет бить по рукам, останавливать тех, кто нарушает закон, и при этом контролировать, держать под лупой тех, кто работает в рамках закона, но с этим интересным, но очень непонятным инструментом. Первые биткоины появились в 2009 году. Сегодня мировой рынок криптовалют оценивается в сотни миллиардов долларов. За считанные минуты курс цифровых монет может вырасти на 100-200%, но также быстро может рухнуть и вниз. Кроме того, виртуальные деньги – излюбленное лакомство хакеров. Этот виртуальный рынок еще только встает на ноги, но, похоже, полностью избежать цифрового будущего нам не удастся. Светлана Познякова, Вадим Владимиров, Вести Чуваши.